Друзья, всем привет! И прямо сейчас для вас мы готовим пилотный выпуск проекта Что люди говорят о своих автомобилях Как мне пришла эта идея в голову? Ну смотрите, я снимаю видеоролики для ютуба, рассказываю про автомобили, делаю тест-драйвы на них Выкладываю их на ютуб, собственно говоря, и вы высказываете ваше мнение в комментарии Ставите лайки, ставите дизлайки Я подумал, а чтобы не сделать это обратно, давайте я приеду к вам Мы встанем на фоне вашего автомобиля и я буду задавать вам вопросы по нему За что он вам нравится, за что он вам не нравится, что на нем ломалось В общем, вы сделаете такой кратенький обзор на свой автомобиль Но чтобы это было интересно и динамично, мы приедем не к одному человеку, а сразу к пяти И таким образом в одном ролике будет пять историй про пять разных автомобилей Интересно? Присаживайтесь поудобнее, давайте передвигаться во времени В инстаграм нашего канала я сделал на днях публикацию Народ есть, и прямо сейчас мы отправляемся к ним и послушаем, что же люди говорят о своих автомобилях Поехали! Друзья, знакомьтесь, Дмитрий, 24 года, Димон, ну в первую очередь огромное тебе спасибо, что ты оперативно согласился подъехать Это корейский кроссовер Hyundai AX35, владеем полтора года Моя рабочая лошадка, я ею зарабатываю деньги, можно сказать так 2012 год 2012, ты какой владелец по счету? Второй владелец, покупал у родственников с пробегом 60 тысяч в идеале Комплектация какая здесь? Вред максимальный, нет панорамы и полость кожного салона Салон у меня комбинированная кожа, бюджет был ограничен как всегда Сколько ты отдал за машину? 700 тысяч Это был не с рынка, убирать было не с чего Из плюсов, ну самое, наверное, главное, это надежность, неприхотливость, совершенно не к топливу, не к маслу Мотор какой здесь стоит? Двухлитровый? Двухлитровый, вот который самый известный, G4 KD Это тот самый мотор, про который все рассказывают, что он за дирами, но не то чтобы рассказывают, они действительно встречаются за дирами У тебя эта проблема была? Есть? Есть предпосылы? Смотрите, предпосылки какие? Я когда ее купил, изначально холодную, мотор стрекочет, какие-то звуки непонятные Ходил, нервничал, переживал, я, в принципе, активно езжу за рулем, то есть кручу движок И, наверное, до 100 тысяч ходил, нервничал, копил деньги на капиталку, как многие все говорят Это была классика, все говорили абсолютно, что... 100 тысяч капиталку? Ну, конечно Потом в итоге сидел эндоскопию, залезли во все цилиндры, все шикарно Есть небольшой, как Хон, поршень, если ошибаюсь, но масло не жрет ни грамма, абсолютно, то есть сколько вот я не гоняю Расход топлива у тебя какой реально средний? Блин, если как поток, чуть даже чуть медленнее, то 10-11, ну 12 литров Если кататься, там, 3 хотя бы тысячи, 3-4 тысячи крутить, то все 14-15 То есть расход, на самом деле, немаленький, не говорю Немаленький расход Я считаю, что для двухлитрового автомобиля полноприводного, даже с подключаемым полноприводным, но полноприводного, плюс такой массы, нормально Касаемо света, обзорности, вообще в целом по автомобилю Блин, свет зигалоген, светит ужасно, просто откровенный ужас, ночью по трассе не особо приятно на нем ездить Не смотрел, сколько примерно сейчас этот автомобиль, если ты его выставишь продавать, по какой цене примерно торгуется? Прямо в данном состоянии, с данным пробегом, ну 800-850, ну это адекватная продажа, то есть не просто, что там автомобиль будет висеть и продаваться А машина бита? Были ДТП? Ну, первый ДТП был со мной, соответственно, я влетел капот, бампер и одна фара Сколько обошлось при цене? Ремонт? Да Ну, я делал все сам, то есть я морду собрал, благо в Hyundai все пластиковое, все шикарно вообще делается Ну, с покраской, наверное, где-то 40-45 тысяч Ну, ты все делал сам на стороне, правильно? Каски уже никакого ничего не было? Да, только не красил, только не красил, ну, покрасили, соответственно, в этом, да, сделал все сам Ты купил с пробегом 60 тысяч, сколько ты проехал на машине уже сам? 65 тысяч километров за полтора года? Да Слушай, ну как так, вообще, что ни одного ремонта, то есть ты только расходники меняешь? Что-то, какие-то поломки были? Щелкали стеклоподъемником, поднимали, опускали, баловались, дети И на следующий день машина не завелась Ух ты Да, была паника, что делать за день до отпуска, то есть за границу надо было ехать Вызвал электрика через объявление Электрик приехал, что-то там поделал, сказал, приговорил генератор-стартер Я все на панике, отвез его в сервис на эвакуаторе Сказал, так и так, стартер умер, надо делать Они говорят, уверен? Я говорю, да, уверен, делайте Ну, отдал там, яную сумму, не помню, тысячи семь А машина не завелась Я все грустно, и мне надо уже сходить А генератор сделали? Не, генератор, стартер, 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 да, сделали, перебрали его, сказали, все И не работает И в итоге был какой-то там электрик, более-менее хороший Он посмотрел сам блок предохранителя И оказывается, предохранитель не просто перегорел А сама плата, где он держится, сгорела Вот, и все, перепаяли, все готово Машина к ходу, стартер можно было наделать Там, цена ремонта была полторы тысячи рублей А первому электрику, который тебе такой диагноз поставил Сколько ты денег отдал? Две с половиной тысячи Две с половиной тысячи, плюс семь тысяч, плюс тысяча пятьсот Плюс эвакуатор Ну, около пятнадцать, если бы обошлись То есть, понимаете, да? Вот что, как говорится, как важны кадры в нашей стране Когда ты пришел к человеку, и он спец Вот тебе, пожалуйста, обратился, доверился на тебе, на ровном месте К чему стремишься? Вот ты работаешь, зарабатываешь денежку, не жалуешься На что копишь? Какую машину следующую хочешь себе взять? Очень сложный вопрос Да Блин, очень много чего хочу После паркетника тяжело пересаживаться на седаны Самый главный квартир, скажу так Ну, понятно У тебя изначально, короче, цель не... Я думаю, это сразу лайк, правильно, пацаны Как бы, 24 года парни ездят на машине, зарабатывают И в голове верные мысли, что нужна квартира Но, в любом случае, все-таки, раз уж мы про машину Если помечтать, ну, из реального Понятное дело, ты можешь сказать, там, Кадиллак, еще что-то Вот из реального, если бы не квартира, что бы ты посмотрел? На ближайшее будущее На ближайшее будущее вижу себя в Volkswagen Touareg Очень нравится, что бензин, что дизель Новый? Нет, бэушный Бэушный Да, к сожалению, бэушный Вот, ну, то есть, сколько там, не знаю, пятилетний Являюсь поклонником ВАГа В целом, два группы По поводу Хендая Ужасное качество отделки Да, кстати, обратите внимание Руль весь затертый Это я вот-вот-вот так вот Единственное, что, ну, может быть, руки мозолисты Плюс после стройки Нет, это на самом деле, я обращал внимание Даже в тех же самых каршерингах везде Рули на Аки, на Хюндай, но одно и то же затирается Пласт полностью стертый Скрипы есть по машине, когда едешь там по проселочной дороге? Скрипов, наверное, минимальное количество Но очень жесткая подвеска И она дребезжит, она гремит То есть я каждый раз, когда приезжаю на СТО Меня поднимают машину, говорят Поменяйте мне хоть что-нибудь, чтобы машина нормально ехала А при этом говорят, что машина ходовка в идеале? В идеале, полностью в идеале Все сайленблоки, все, там, не знаю, косточки Рычаги, все в идеале Но гремит и все Единственный амортизатор, еще грешен Но он менял, может, тысяча тридцать назад ничего Поменял тут задние пружины недавно Просели, возил большие грузы И стала очень большая парусность То есть выше ста все машина начинает кидать Ужасно Сход-развал дел? Дело, сход-развал все дел Но просто из-за того, что жопа высокая Прям даже видно, как будто голову назад поднимаешь Жопа очень высоко находится Но если активно есть большой расход При активной езде И страшно ездить на высоких ростях Зато очень дисциплинирует Слушайте, вот как это происходит Я из этого огромный, делаю плюс Я действительно раньше там гонял И попадал в ДТП И все Ты работаешь, и так полностью связано это со строительством Возишь много материалов Да Удобно, неудобно, хватает, не хватает Это минимум Минимум, что мне хотелось бы Видеть от багажника, от его объема Из-за того, что крыша скошена Немного все-таки съедает общий объем Поэтому возить не всегда хватает Но раскладываются задние сидения Это всегда плюс Не рассматривал вариант такой, что, например, рабочая машина Газель Очень хочу Не то, что хотя бы Газель Портер Портер это вообще шикарный автомобиль Да даже универсал Просто даже если русский Я не знаю, это приору Рассматривал даже приору универсал Просто как рабочая машина А себе вторую Кстати, вот по поводу второй основной машины Смотрел у тебя обзор F10 Пятерки прям Ну, бэушечку, да? Взять ее и... Да, да, да Очень хорошо отношусь к моему автомобилю Считаю, что... Не боишься? Нет, считаю, что год-два Годовал-двухгодовал Это вообще идеально Все ясно? Из минусов Особых ремонтов Поломок у тебя не было Хотя промелькнуло то, что ты мерял пружины Ну, это уже за счет работы все-таки В общем, машина тебя особо не напрягает по содержанию Я считаю, что и колодки, тормоза, масла, фильтра Все стоит копейки Даже оригинал Понятно Меняй все сам Все шикарно Слушай, Димон, спасибо тебе большое Я надеюсь, твой кратенький отзыв будет полезен и кому-то интересен Друзья, а мы едем с вами потихонечку дальше Второй владелец автомобиля Как вы думаете, как его зовут? Друзья, встречайте Еще один Дмитрий Димон, привет! Очень приятно 31 год человеку катается на Kia Optima Вот давайте его послушаем Почему же ты выбрал Kia Optima, Димон? Расскажи к нам, пожалуйста До этого был Ford Focus Ford Focus ты продал по какой причине? Проблемы с коробкой были Вложил сразу денежек у него Порядка 100 тысяч рублей Коробка PowerShift, правильно? Да, да, потому что как бы Ну, решил сам обслуживаться И с гарантией слетел Ну, и как бы попался на этом Соответственно, вложил 100 тысяч рублей Покатался годик Все, она встала на шоссе Ну, и, соответственно, как бы Было принято решение Приобретать автомобиль На самом деле, многие варианты смотрел Mazda, Camry Вот эта машина какого у нас года? Она у нас 16-го года Это первый завоз был вообще в Москву Вот, и когда увидел презентацию Это было там, брат, в середине марта Приехал, по сути, уже оставил задаток за Mazda Приехал в Kia И, ну, реально понравилось Как бы, да, и ценник был намного дешевле, чем Mazda брать Ну, вот давай, смотри, внесем конкретику Значит, у нас, получается, 2016 год Ты смотрел условность седана D-класса Это Camry, это Mazda Это Kia Форт Мондео ты не смотрел? Нет, не рассматривал Все, три варианта Три варианта Ну, вот объясни, чем же тебя так привлекла Kia Чем она так оказалась выигрышнее, чем другие автомобили? Смотри, внешний вид, мотор, по сути, да Как бы, я смотрел, ну, 2,5 и 2 Я по городу в основном езжу По трассе там, ну, 2,4 2,4, извиняюсь, да По городу езжу Для города хватает, на трассе, да, как Не очень тянет Салон просторный Ну, то есть, сзади как раз там очень много места Ну, такие банальные вещи, да Сколько сейчас пробег на машине? 60 тысяч 60 тысяч За эти 60 тысяч было что-то с машиной? Серьезно, вообще ничего не было Вообще ничего не было Мотор у тебя стоит двухлитровый? Да, CVVL, который ставился, по-моему, как я не ошибаюсь Ну, Mitsubishi, по-моему, ставил Мотор не грешит задирами? Вообще нет Есть другой, который Да, есть другой, да Я это все узнавал, спрашивал Не, он не грешит задирами, понимаете? А если человек обслуживает машину, то задиров не будет Если вы меняете каждый раз там 5 тысяч или 7500 тысяч километров Каждый, ну, каждого ТО делает То в КИИ задир, ну, ребят Все в идеале Я сейчас говорю, не как владелец КИИ, да, Optima Просто говорю, ребят, все в идеале Единственное, да, там бывает, коробка кинается чуть-чуть Но это, когда, во-первых, долго в пробке стоишь, что греется Или там надо ставить ДОП радиатор Вот, ну, опять же Но все равно, то есть, видишь, уже надо ставить Надо ставить, да Но я же понимаю, что машина новая Я беру ее там максимум на 5 лет Соответственно, я просто так возьму в миль так же новый По морде, что у нас со светом с головным? Здесь же галогенки стоят? Ну, здесь нет Здесь стоит сейчас Ксенон у меня Ага, Ксенончик заколхозил У меня просто тоже стоит Стоит Ксенончик Но заводской свет хромает? Конечно, галогенки, да Галогенка, да Заводской свет не очень По-честному скажу Ценник был дороже на Мазду Порядка 250 тысяч За сколько вот эту ты машину забрал в 16-м году? Миллион 170 А она сегодня стоит сколько, примерно не смотрел? Где-то миллион 350, миллион 400 Диллера можно забрать Это какая комплектация? Комфорт, обычная, да То есть здесь ни кожи, ни рожи Расскажи, пожалуйста, вот сзади у тебя ребенок ездит Комфортно ему в целом? Как ты считаешь? То есть ты его усаживаешь? Покажи, пожалуйста То есть детское кресло стоит Все чистенько в машине Видно то, что ухаживаешь Там 60 тысяч пробег Но все равно машину видно, да, ребята То, что не засрана Тем более, когда дети маленькие Сами знаете, что передние спинки Как правило Затертые Зацарапаны Здесь же все чистенько То есть следишь за машиночкой? Ну, конечно Педантично отношусь к этому вопросу На самом деле Ну, машина-то, наверное, вторая И я, вторая жена Димон, ну смотри Пересел ты сюда после фокуса Наверняка сел Ну все Космолет Место больше Комфортнее По интерьеру Что тебе нравится? Вот на мой взгляд А тут это вообще Ну, унылое То есть, ну Просто Унылое Согласен полностью Объясняю еще туда Почему такая комплектация Фокус ломался Нужно было принимать решение Брать автомобиль больше На тот момент На рынке Не видел Никакой альтернативы Просто приехал В марте В первый завоз Был этих автомобилей И, ну Понравилось все Прекрасно понимал Что в дальнейшем Если надо было Там какой-то апгрейд Сделать Тюник небольшой Это все меняется Ну, как бы захотел Цена вопрос 15 тысяч рублей Вот То есть, нормально Что климат есть По оснащению Киа Они даже уже С таких комплектаций В принципе Туда же Подогрева Погуляй Слушай, какие минусы По машине Вот что тебе В ней не нравится Вот за что бы Ты ее там Засрал бы Поругал бы Сказал А, плохо Есть такое? Ну, в этой комплектации Конечно, есть Ну, вообще В целом Как машина Ну, здесь все Вот это Жесткое Да То есть, все Как-то вот Сделано Ну, видно Конечно, что Корейский автомобиль Корейский автомобиль Конечно, и по ощущениям Тоже корейский По сути, если какие-то Минусы брать Ну, конечно Технически Ну, опять же Для кого как Мне все равно Я на внимание Вообще не обращаю По управляемости Колеса решают На самом деле Очень много Если там будет 19 По-другому По-другому Будет машину вести Конечно Ну, и колейность Будет очень такая Серьезная На этих же Так сказать Тракторных баллонах Все раз повторюсь Ну, вообще без проблем Колея То есть, спокойно едешь Соответственно, конечно И кочки То есть, да Подвеску Если так же смотреть Ну, на этих колесах Не пробивает На 18 Тогда потихонечку Пробивает Уже чувствуется Нормально, адекватно Мы за эти деньги Я считаю С 16-го года Сколько ты планируешь Еще По твоим ощущениям К чему стремишься Какая следующая машина Что нравится Из того, что реально Сможешь себе позволить По ощущениям Из новой Или вторичной Я не знаю, что ты будешь брать Новая вторичная Не, ну, если из нового Наверное, все-таки Эту же модель Другой комплектации Побогаче Ну, да, конечно Да, побогаче Чтобы все там было Перфорация Все Если брать вторичную Ни разу не было Бывушного автомобиля Хочешь, ну, колец Да, BMW То есть, BMW пятерку F10 Смотрите, друзья Вот обратите внимание До тебя Мы снимали человека Вот, зовут Дима Он говорит Пятерочка BMW F10 Тебя зовут Дима Пятерочка BMW F10 Меня зовут Дима Пятерочка BMW F10 Совпадение Не думаю Понимаю, что Наверное Там не будет того Что будет здесь К примеру За этот ценник Но там все-таки Давайте так Если мы не будем Друг друга обманывать Там, все равно Тоже какие-то есть понты Это 50% понтов Комфорт Да, не спорно Низкая посадка Не спорю Ну, что все остальное еще Ну, если мы сейчас Так будем рассматривать Конечно, уважение Дороги BMW Другому ребята Смотрят Кто долго Дороги проводит Время Это реально Как бы это есть Из-за значка Честно Диман, ну в завершение Скажи Вот за все эти 60 тысяч Напряженную машину Содержать Техническое обслуживание Каска Вот там Резину зимнюю Ты покупал Как это ощущается По расходам Или в силу твоих доходов Нормально Тянешь То есть напряга Машина не вызывает В силу моих доходов Вообще Не напрягов Ничего Даже приятно Да, когда там Она сейчас на самом деле На гарантии еще Я с нее не уходил С гарантии И там было пройдено Четвертое ТО Соответственно Я уже сам В других сервисах Делаю Межсервис Стараюсь менять Там 7500 километров Масла То есть напряга Машину Напрягах не вызывает Без проблем Все доступное Без проблем Спасибо тебе за отзыв Все рассказал Показал Друзья Это был Диман Мы едем дальше Третий владелец Вот этого интересного Автомобиля BMW X1 2011 года Владельца Зовут Андрей Ему 36 лет Андрюха Здарова Привет Большое спасибо Тоже откликнулся Согласился Подъехать Пообщаться с нами Андрей Ну расскажи пожалуйста 2011 год Ты какой по счету владелец Я третий владелец У данного экземпляра С каким пробегом Ты купил автомобиль По какой цене Купил за 915 тысяч рублей Искал 2 месяца Себе автомобиль Скажем так Нашел его в дальнем Подмосковье Не поленился Поехал и там Приобрел его Почему именно X1 Почему не другой автомобиль Автомобили меняю Достаточно часто Я давно хотел Приобрести Именно X1 Он мне нравится И визуально В принципе И давно хотел Попробовать дизель Вот все это дело Ну наконец-то Воплотил И приобрел Тестируешь Друзья Чтобы понятно было Андрюха Покупает автомобили Раз в год Раз в полгода То есть купил Покатался Продал Купил другой автомобиль Таким образом У него на самом деле Довольно таки большой опыт Владения Сами понимаете Объясни пожалуйста Смотри Зачастую Хоть мнение Ага Немец 2011 год Соответственно Это возможные поломки Недешевый ремонт Проясни ситуацию Вот ты как потенциальный Ну владелец уже автомобиля Ты этого не боишься С чем ты можешь столкнуться Изучал же машину Ну я хочу сказать Что это осознанный выбор И в принципе Скажем так Немца надо содержать И не экономить на обслуживании С чем в принципе Я и морально И физически Скажем так Готов поддерживать его В хорошем состоянии Но это на самом деле так То есть для того Чтобы эксплуатировать Данную машину Среди многих конкурентов Да и корейских В том числе Например там условно Действительно нужно тратить денег Для того чтобы машина Приносила удовольствие Сколько ты проехал На нем с момента покупки Проехал я за полгода Десять тысяч За десять тысяч Что ты сделал Масло получается Поменял мне кажется И фильтр Больше За десять тысяч Я поменял Да Все масла Все жидкости В том числе Масло в коробку Но на самом деле Это стоило достаточно Немалых Сколько Дносительно Ну порядка Пятидесяти тысяч рублей То есть Вот такое Поменять всю жижу Да Скажем так Сделать полноценную Это вовсе Фильтра На данный момент По технической части Вот честно Объективно Скажи В каком состоянии Автомобиль То есть Есть ли какие-то Уже предпосылки На ближайшее Обслуживание Вложения Слушай Слава богу Нет То есть На сервис Гоняешь На сервис Что не понравилось Есть ли какие-то Там нарекания На автомобиль Ну на самом деле Скажем так Комплектация Не понравилась У меня она Достаточно бедная Да скажем так Ну если взять Немцев в целом И бмв То здесь Многих моментов Нет Которые могли бы Приносить дополнительное Удовольствие Да При эксплуатации Осознанно шел На этот шаг И поэтому В принципе Но меня лично Это не обламывает Вот отделка Автомобиля Вот это искусственная Какая-то кожа Запах Да Чувствуешь В летнее время Вот на всех автомобилях Такое Прям как будто Мне кажется Как химический Когда долго Она стоит Да На солнце Нагревается Ну Самую малость Может быть Ну что вот тебе По интерьеру нравится Вот это убранство Знаешь Многие говорят Типа Ааа 2011 год Покупай тачку Старая Неактуальная Ненужная Скучная Пустая Опять таки Ты как Слушай Я могу так сказать Ну исходя из своего опыта Да у меня Ну еще раз оговорюсь Было достаточно много машин Были автомобили Предыдущие Там с тачскрином С камерами С заднего вида Там и так далее Да То есть Вот этот вот БМВшный Олдскульный Скажем так Мониторчик И все остальное Она мне даже сейчас Приносит радость И удовольствие От того что это Вот в таком виде Ну реально Олдскуль Как бы Какие-то Серьезные поломки Были с автомобилем У первого владелец Когда-то покупал Смотрел Там какие-то Заказ Снаряды Может быть Что-то было Стучалось Слушай Но я поднял всю историю Когда покупал автомобиль Связался аж С первым владельцем Там Провел так сказать Комплекс мер И мероприятий Для того чтобы узнать Ну всю информацию Исходящую по автомобилю Ну абсолютно Ничего не было Твой прогноз такой То есть Ты не ожидаешь От него никакой Серьезной поломки До этого времени То есть Ты считаешь То что на твой срок Владение Проблем Она тебе не сделает Я надеюсь Да на это Собственно говоря Как и со всеми Автомобилями Которые у меня были Первое Это грамотно подхожу К выбору автомобиля Да скажем так А это Ну некий Большой залог успеха И второй момент Скажем так Я не экономлю На запчастях И осознанно Покупаю запчасти Или оригинал Либо хороший Заменитель оригинала Очень часто Люди задаются вопрос Вот сколько же стоит Содержать немца Андрей Вот ты правильные вещи Говоришь Вот мы сейчас С ним пообщались Вот расскажи пожалуйста Вот смотри Ты посчитал Сколько тебе обходится Автомобиль по владению То есть с учетом Бензина С учетом Стоянки Ну дизельного топлива Стоянки Мойки Обслуживания Все сложил Сколько у тебя получилась Цена пробега За один километр Полностью Да С налогом С транспортом Со страховкой Посчитал максимально По максимуму Все да То есть включил сюда Ежемесячную стоянку Цена эксплуатации Получилась 16 рублей И 3 копейки За один километр За один километр Да То есть друзья Здесь поймите правильно Кто-то сейчас скажет Да что-то он неправильно Почитал Каждый считает Под себя индивидуально Он ставит машину На стоянку Вы не ставите Он при покупке Автомобиля Вложил сразу В него 50 тысяч Там поменялся Те же самые масла Вы могли бы Этого не делать То есть здесь Все рассчитывается Индивидуально Но Факт в том Что проехав 100 км на машине Он условно Отдает 1600 рублей Понятное дело Что вот он сейчас поедет Он там потратит Там 30-50-400 рублей На топливо Но в процессе Та же самая Моечка Стояночка Обслуживание Все это набежит В 16 рублей Вот скажи пожалуйста Молодежи Если покупать Такой автомобиль Ну окей Заработал он там 900 миллион Покупая машину Как ты считаешь Сколько вообще Ну так скажем Должно быть на кармане Там свободных денег Запасных На владение этим автомобилем Ну я считаю Что скажем так 20 тысяч рублей Всегда должно быть на кармане Андрей человек семейный Соответственно С женой ездит С детьми Андрюх Вот расскажи Что семья говорит По поводу автомобиля Комфортно Некомфортно Нравится Не нравится Семью в принципе Ну все устраивает Да Особенно Как ни крути И удобно на немцах Их сидение Удалось уже съездить На этой машине И в Питер И доехать до Анапы Поэтому вот В плане сидений Реально все очень удобно Багажника хватает Сзади ребенку сколько лет Ребенку 11 лет Честно скажу Что багажника как бы не хватает В идеале хотелось бы побольше багажник Для того чтобы не цеплять наверх Багажник и велосипеды Все таки в идеале Мне хочется какую-то Очень большую машину Для того чтобы я мог Велосипеды туда просто Завозить в багажник А до этого какая машина была у тебя? Слушай Вот сейчас предыдущая была машина Ford Focus Третий С шестнадцатого года То есть ты пересел с Focus на X1 Зимой кайфанул от полного привода Да Focus я поменял вследствие того Что реально было неудобно Я постоянно застревал То есть ну Низко Буксовал Низко все собирал Да И ну честно говоря Focus мне просто подвернулся достаточно случайно Но опять таки Я на нем не собирался ездить больше полугода Там Из десяти баллов Поставь ей оценку Что бы ты? Во сколько ты ее оценил бы? По комфорту? По управляемости? По надежности? В чем бы ты ее воткнул? Ну я бы воткнул 8 смело Смог бы ты ее рекомендовать людям Вот для покупки Или вообще Как вот ты прокомментируешь? Хочет человек тоже X1 на вторичке Что делать? Но я оговорюсь Дим Что у меня дизельный мотор Поэтому с дизельным мотором Да Больше шансов С бензином попасть На ту же самую цепь И так далее Друзья Общаясь с Андреем Выясняется Что человек давно подписан На наш канал И он занимается Подборами автомобилей Давайте так скажу Не для рекламы Вот серьезно Только узнал об этом Если вдруг кто-то хочет обратиться Инстаграм Андрюхи Я оставлю в описании Посмотрите Пообщайтесь Человек опыт имеет Занимается Ну спасибо большое Что поделился своим мнением За автомобиль Будем надеяться Что кому-то это было полезно Приятно было познакомиться А вот сейчас Минуточку вашего внимания Друзья Нужно ваше участие Нужны ваши комментарии Нужно Чтобы вы высказали Ваше мнение Я смонтировал уже Этот видеоролик Я его несколько раз Посмотрел И вижу ошибки Но в первую очередь Это конечно же звук Я прекрасно понимаю Что вам не нравится Когда сначала я говорю Потом петличку на человека Но это неприятно Понимаю Вот сюда хочу внести Кратенько ясность Мы пишем Звук на микрофон Сенхайзер Они стоят 42 тысячи рублей В день записи Этого сюжета У нас сломалась Сама петличка Вот эта штука Сейчас висит За 500 рублей Она фонит Очень много Звука со стороны берет Сенхайзер Стоит 9 тысяч рублей Просто проводочек 9 тысяч рублей Я ее ждал на ремонт Но факт в том Что я заказал Две петлички Новые За 27 тысяч рублей Сарамоник Все будет у меня Будет у человека То есть будем общаться Вам будет комфортнее смотреть Деньги берем с рекламы Поэтому все те кто Ой реклама в ролике Друзья Ну поймите правильно Не на это Не на рестораны Деньги уходят Вот на оборудование Все тратим на канал Действительно важно Второй момент Это вопросы Я уверен Что кто-то из вас скажет Блин Надо было вот про это спросить Вот про то спросить Пожалуйста напишите в комментарии Вопросы На которые нужно Обращать внимание Третье Это перебивки Это так называемое Сознание Ну чтобы приятнее Интереснее было смотреть Мы общаемся Показываем машину Какие-то кадры с коптера Будем делать Будем больше уделять этому Внимание Будем поплавнее Стараться снимать Потому что в этом ролике Была местами тряска В общем будем делать интереснее Таким образом У нас получится Интересный формат Где минута Это вступление И три человека По 8 минут И минута Это завершение 26 минут Сел вечерком Включил вот так вот Послушал Три разных мнения За три разных автомобиля Автомобили будем подбирать Интересные С интересной историей Поэтому Если вдруг вам стало интересно Вы с города Москва И хотите принять участие Пишите ниже Оставлю все контакты со мной Чтобы можно было принять С такими роликами Не будем чистить Хотя бы два раза в месяц Вот два раза в месяц И будем пытаться Сделать что-то интересное Самое главное Полезное Задача развлекать вас У меня нет Вот в этом сюжетах Вот честное слово Есть Эмиран Сарделов Который делает там шоу Есть другие ребята Я хочу сделать Что-нибудь такое полезное Чтобы посмотрел И узнал что-то новое Для себя Поэтому высказывайте Ваше мнение В комментарии Давайте ваши советы Я однозначно Сниму вторую часть И постараюсь сделать Его прямо Действительно крутой В общем Приложу все свои усилия А вы уже поставите оценку Подписывайтесь на инстаграм Канал Это действительно важно Потому что там всегда Выходят свежие новости И вы заранее можете Высказывать ваше мнение Давать ваши советы Ставьте лайки Ставьте дизлайки Жду ваше мнение в комментариях До новых встреч Всем пока-пока